Ну, ждем, подъезжают, по-моему, вот эти машины. Да. Да, Павел Николаевич прибыл. Рады видеть нас в тайской земле. Понимаете, я из Юганов сказал такую правильную вещь, что, может быть, это последний случай, когда можно мирным путем изменить ход развития истории и повернуть нашу страну в будущую. Потому что дальше, ну, честно, люди доведены до предела. Ну, потому что не может уже накормить мать своих детей, пенсионер не может дожить до пенсии, к врачу не попадешь, а если попадешь, это все, значит, ты должен продать все. И отдать их посредине. Образование ребенку, чтобы отучиться, нужно обязательно платить сумасшедшие деньги. Мы с вами жили в другом мире совершенно. И мы хотим вернуться в бесплатное образование, в бесплатное здравоохранение, в то, что человек человеку друг, в конце концов. Что начальник, это не человек, который там, слушайте, я помню, я молодой был, коммунист, секретарь обкома приезжал, у него никакого охрана не было. Он ездил на обыкновенной Волге, у меня у директора такая же была. У меня, я просто дружил с сыном секретаря райкома, у нас одинаковые машины были, что у меня, папа там был главным экономистом, что у него. И мы эти машины покупали одновременно, у него не было никаких преференций. А теперь, как ни посмотришь на чиновника, обязательно родственники сумасшедшие, миллиардеры, которые лучшие предприниматели, он обязательно весь в охране, к нему не подъедешь, как правой кобыли, а потом, слушайте, столько ущерба, сколько они ему нанесли. Представьте себе, возможно, я езжу по территории, разрушенный совхоз и ковхоз, как будто бомбежки по заводу, значит, все вынесено. Они ничего не смогли сделать, они все продали металлогу. И как ни ковмеж, первый, кто это сделал, это идиарос. Он, значит, все это хор, и после этого он прекрасно живет, а весь народ без зарплаты, без рабочих мест, без будущего вообще. Поэтому я считаю, что мы можем все сделать, надо только собраться и пойти на выборы, и проголосовать, потому что дальше будет только хуже, мы это видим. Если мы сейчас не поменяем власть, не поменяем законы, а Госдума это тот уровень, который должен изменить законы. В наших законах что? Национализация, национальный багаж, деньги все в бюджет, пенсии из бюджета и никакого пенсионного фонда. Зарплаты такие же, пенсии такие, чтобы можно было прожить. Кто-то говорит, денег нет, слушайте, вот этот бред, который там, лидер единороссов, вы держитесь, денег нет. А что в иностранных ценных бумажах, в американских облигациях, это не наши деньги? А что в золотовалютные резервы, это не наши деньги? Наши деньги. И они есть, они должны работать на странах. Поэтому в будущем, помните, в Ленинграде есть такая партия, которая может изменить жизнь простого народа в лучшем. Это партия КПР. Ура! 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 Да, сейчас. Потом вам хорошо. Вы представьтесь, пожалуйста. Полмаков Василий Иванович, пенсионер. Ворочка. Да, Ворочка. Мамаська. Так, я бы на болевшие теми. Наши мусорная компания, вторгеоресурс, не оказывая услуг людям, взимая с них деньги, суд по ременькам поддерживает вторгеоресурс, защищая их частные интересы. У них одна машина. Они мусор вывозят со всего района и свозят на окраину, вовчики складывают. Никакой сортировки, никакой, ни баков нету, ни площадок для сбора мусора. И понимаете, суть. Они нам с 19-го года присылают квитанции, и мы оплачиваем тысячи. Кто пострадал от вторгеоресурс? Поднимите руку. Все. Все. В деревнях по 100 домов стоит один мусорный бар. И раз в месяц приезжают, приезжают. И целое село платит им деньги. Еще и выставляют. Мы, да, счета, если не заплатил, к пене идет, а у меня нет с ними ни договора. Мои персональные данные администрация нашего района передала им в нарушение Конституции, статьи 24 и 152 закона федерального. Там сказано, что только с письменного разрешения и с моего согласия мои персональные данные могут быть переданы. Сейчас, минутку, я... Подождите, вопрос. Вопрос. Мария Николаевна рвется в бой. Подождите, я сначала скажу. Все это сделано на основании антинародных законов. Почему КПРФ голосовала против этой мусорной реформы? Потому что сначала что-то делаете, а потом деньги берите. Мы же не против экологии. Мы же за то, чтобы сначала что-то кто-то сделал, а потом сказал, вот я сделал лучше, поэтому чуть-чуть будет больше цена. У нас получилось по-другому. В результате мусорной реформы стали собирать в два раза больше денег, а как вываливали в Авраге или неизвестно куда, так вываливали. И уже третий год, уже даже Генеральная прокуратура сказала, мусорная реформа не удалась. Дальше я вам начну рассказывать. Платон этот, который всех собирает деньги, говорит, что будут дороги лучше, не удалась. Меркурий, когда со всех крестьян собирают за молоко, а говорят, что не будет фальсификатора, как был фальсификатор на полках, так и есть. И это тоже, но только это ситуация, когда с нас уже гребут деньги неизвестно за что. Даже уже вот просто мы сейчас в масках сидим, это налог на воздух. Только получается так, если маску не одел, то пять тысяч штраф, а если одел, то пять рублей. Но все равно это налог на воздух. А дальше нам вопрос задали на прошлой встрече, я даже не успел ответить. А как это так? В метро все стоят рядом друг с другом, да? И их ни на что не наказывают. Но как только собираешься больше 50 человек, уже скандал. Так, молчим. Я хотела бы два момента прокомментировать. Вы знаете, у нас получается сколько? Пять или шесть районов мы за два дня проезжаем. Единственный район, который нам не согласовал ДК, это был Волчихинский. И буквально уже подъезжая сюда, где-то за два часа, там у нас пошло согласование, администрация пошла на то, чтобы нам открыли ДК. Но я хочу сказать, что это результат в том числе того количества людей, которое сегодня собралось и пришло. Если бы нам не открыли двери, и тут ровно через 20 метров мы бы с вами таким количеством стояли на улице, то мне бы выписали штраф. Потому что на улице нас собралось больше, чем 49 человек, а согласно указу губернатора, на улице больше 50 собираться нельзя. А в закрытом помещении, если это 50% от наполняемости, то уже можно какой-то политически ориентированный ковид. То есть здесь мы с вами заражаемся меньше. Так, к слову, про маски, да, вообще про наличие логики во всех этих законах и распоряжениях. Продолжение следует...